В ходе ночных дебатов между Байденом и Трампом, во время рассказа о которых я забыл попросить подписаться на канал Шательман, за что мне, конечно же, не будет никогда прощения, поэтому прошу сейчас подписаться на канал Шательман, чтобы я хотя бы сам себя простил и поставить лайк сейчас этому видео, Байден сказал, что Путин потерял на этой войне 500 тысяч россиян. То есть эта цифра про 500 тысяч потерянных россиян стала официальной с этого момента, если уже ее озвучивает даже Байден. И вот как раз, буквально как лыков строку, вышла статья в New York Times, что Russia sends waves of troops to the front in a brutal style of fighting. То есть Россия посылает волны буквально, трупс это не трупы, это военные подразделения, трупс, ну это воины как бы. И вот Россия посылает волны вот этих воинов в брутальном стиле войны сейчас на фронт. То есть каждый день Россия теряет убитыми и ранеными более тысячи россиян, и это согласно данным НАТО и западных военных разведок. Об этом пишет сегодня, ну вчера, New York Times. То есть вот эта тысяча, сладкая наша тысяча в день, она подтверждена теперь НАТО и военными разведками, а не только нашим генштабом. Вчера, кстати, очередные 1170 россиян полегли на полях сражений в соответствии, теперь уже с данными всех западных разведок. Большая статья написана тремя известными достаточно людьми, военными аналитиками. Один из них ведет репортажи непосредственно с войны Марксом Торо, он здесь постоянно на фронте. Эрик Шмидт, National Security Correspondent Times, газета The Times, корреспондент по безопасности. И Джулиан Бернс, он рассказывает обычно о разведданных, которые американцы предоставляют. Так что вот они втроем написали подробный аналитический материал о том, как именно сегодня Россия использует человеческий ресурс свой. Вот что они говорят, что более тысячи мы уничтожаем в день, что при этом россияне мобилизуют, ну как мобилизуют, это не мобилизация, за деньги, 25-30 тысяч в месяц. То есть все-таки даже несмотря на это, это меньше, чем они теряют на фронте. Но что эти солдаты никак не подготовленные, ничему не обученные вообще, что их отправляют в мясорубку, что их командиры знают, что они просто отправляют этих людей абсолютно на верную смерть без каких-либо шансов на выживание. Об этом пишут три корреспондента New York Times. Что все хуже и хуже человеческий материал, что да, раньше удалось при помощи вот этих методов взять Бахмут, например. Но мы же помним, кто воевал в Бахмуте. В Бахмуте у них был Пригожин, а теперь у них нет Пригожин. В Бахмуте у них были орды зэков десятки тысяч, а сейчас нет у них орды зэков. Вот сейчас вместо них Африканский легион, опять-таки, который снова подтвержден этой статьей, что Африканский легион пытались они послать на взятие Харькова. Ну вот Авдеевка. Авдеевка единственное, что удалось взять россиянам после смерти Пригожина. То есть Пригожину уже год как отстранили от всяких военных дел, как раз год прошел на этой неделе. И за год они смогли взять Авдеевку россияне. Больше ничего, ноль, зеро, нуль, ничего больше. Потому что, but it is more complicated than that, the changing nature of modern warfare has also increased the body count in recent months. То есть, по сообщению этих ребят, россиянам все сложнее и сложнее, несмотря на то, что у них вроде как перевес в живой силе, но применение новых технических средств постоянно увеличивает людские потери у наступающей стороны. И об этом говорится в этом материале. Дальше они сами приводят цифру, как минимум 350 тысяч россиян, которые уничтожены, убиты и ранены. Тут они ссылаются на Ллойда Остина, на министра обороны США. Сами же при этом говорят, что есть цифры и другие, что есть цифра в 500 тысяч, которая озвучена где? По оценкам британской разведки это 500 тысяч россиян. Ну и дальше про достижения. Вот они пытались, если раньше они в прошлом году смогли таким способом взять Бахмут, то в этом году атака на Харьков полностью провалилась. Застряли россияне в 40 километрах от Харькова в Овчанске. Ни о каком взятии Харькова речи не идет, об окружении Харькова речи не идет. То есть планы Путина сорваны при помощи, как справедливо совершенно сказал, кстати, Зеленский в Европе, при помощи разрешения нам бить по территории Российской Федерации, ну это я уже так от себя добавляю в смысле, и при помощи того, что нам выделила куча вооружений, по крайней мере суммы, точно деньги, снаряды и так далее, и так далее, и так далее. Это оптимистичная достаточно статья, подтверждающая опять-таки вот все данные, все рассказы. Вообще, вот мне кажется, я сейчас продолжу эту тему, но мне кажется, ребят, надо уже сейчас, пусть осторожно, но говорить о том, что на фронте перелом наступил. Я думаю, что это станет темой наших ближайших выпусков, ближайших разговоров, ближайшие недели, что на фронте наступил перелом, инициативу перехватывает Украина, конечно, и что главное нам выдержать в тылу, не подвести наших военных, потому что в тылу сейчас мы будем плакать, страдать, у нас нет электричества, нет воды, у кого чего еще нет, не знаю, будет еще, может быть, хуже, и нам нужно просто тупо страдать, но пережить это все, ради того, чтобы там люди на фронте спокойно уничтожали врага, спокойно шли к победе. И они идут, как я уже сказал, 1170 россиян, за вчера уничтожено, 24 танка, 21 БТР, те, кто внимательно следит за моей статистикой, поймут, что это многое, 60 артиллерийских орудий, 63 средства ПВО, одна реактивная система залпового огня, и, что интересно, один самолет. Я когда увидел статистики, думаю, стоп, откуда самолет, никто ничего не говорил. Но уже после того, как вышла статистика Генштаба утром, сообщили нам, что бойцы Национальной гвардии уничтожили в Донецкой области очередной штурмовик Су-25, но случилось это 23 июня, просто вот нам почему-то не сообщали, а сегодня пресс-служба Национальной гвардии Украины подтвердила, что есть сбитый еще один российский самолет. Ну и в заключение вот этой части, части про перспективы на фронте, могу процитировать Столтенбергом, нашего все еще генсека НАТО. Войска РФ не способны на значительные прорывы в Украине. Тогда как Киев ударами вглубь территории России наносит значительные поражения россиянам, войска России больше не способны на значительные прорывы на поле боя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok